МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Изменение климата негативно сказывается на жизни коренных народов Ненецкого автономного округа. Специалисты Всемирного фонда дикой природы готовы им помочь. Как узнаем прямо сейчас в программе «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях координатор проекта фонда дикой природы Сергей Уваров. Сергей, здравствуйте. Рада видеть вас в студии. Я знаю, что экологи провели несколько дней на севере Ненецкого автономного округа и пообщались с коренными жителями. Что они говорят и какие изменения они наблюдают? Здравствуйте. Большое спасибо, что вы меня пригласили. На самом деле изменения, мы говорим сейчас о такой проблеме, которая называется изменение климата. Само изменение климата происходит постоянно. Но ввиду того, что активизируются процессы и увеличиваются выбросы парниковых газов, эти изменения происходят, скажем так, быстрее, чем они должны происходить. Соответственно, исходя из этого, образуются различные последствия. Они проявляются как в увеличении череды погодных условий, то есть каких-то, скажем так, погодных аномалий. И в том числе это сказывается на природных объектах, которые находятся в том числе в нашем регионе. И если что касается Арктики, нужно отметить, что в Арктике эти изменения проявляются наиболее интенсивно. Потому что наши экосистемы природные, они являются одними из самых молодых на планете и самых уязвимых. Ну и наш офис и наша организация как раз занимаются тем, что мы изучаем эту проблему, пытаемся создать условия, которые бы помогли адаптироваться различным, скажем так, пользователям, ну, пользователям вообще, в принципе, природных ресурсов. То есть это и органы власти, это и строительные, и промышленные компании, это жители, это коренные народы севера. Вот. И сейчас мы работаем в рамках климатического проекта. Мы готовим планы адаптации для семейно-родовых общин. Нужно отметить, что недавно у нас президент как раз выступал, он сказал о важности Парижского соглашения. И в том числе он говорил о том, что эту проблему необходимо изучать, и нужно уделять этому отдельное внимание. И вот в этом году для регионов, для всех регионов нашей страны была поставлена одна из задач, это подготовка плана адаптации к изменениям климата региональных каждого региона. Мы понимаем прекрасно, что мы не можем за органы власти готовить планы адаптации для регионов, да, или мы можем только участвовать в этом процессе и помогать, но в то же время мы можем попробовать подготовить эти планы адаптации и какие-то перечни отдельных мероприятий для непосредственно людей на местах, то есть для общин, которые проживают в условиях, в которых эти последствия, этих изменений наиболее, скажем так, видны. Вот. И поэтому мы стараемся сейчас, связываемся с различными некоммерческими организациями Нинецкого автономного округа, это и Ассоциация Нинецкого народа, это и Союз оленеводов, ну и ряд других некоммерческих организаций, и с общинами, семейно-родовыми общинами, вот это сейчас мы работаем, вот допустим, Союзом оленеводов, семейно-родовыми, еще иной в Малазимевской тундре, с ассоциацией НИСовой, мы работаем вот как раз с восточной общиной, это семейно-родовая община ЕМТО, для того, чтобы выявить, а какие же все-таки последствия вот эти проблемы изменения климата наиболее как бы проявляются в жизни людей, которые живут в тундре. Они вам даже показывали, да, эти нарушения, изменения. Да, и как к этим изменениям можно быть готовым. То есть вот у нас состоялась сейчас вот буквально в августе поездка на территорию Горского полуострова. Мы, нас любезно пригласил председатель общины Петр Григорьевич Накретто, и мы посещали различные стойбища, и общались с оленеводами, с их родственниками, с их, скажем так, ну всеми теми людьми, которые там находятся. Они нам показывали, как происходят изменения именно вот в югорской части Ленинского автономного округа. Что мы как бы видели? Мы видели оползни, то есть когда долгое время... Оползни, то есть сходы грунта. Мы видели выходы, источники выходов газов. Мы видели места, где были, происходили спуски озер. Мы видим, как происходит процесс изменения растительного покрова в тундрах, то есть что происходит сейчас за кустаривание тундры. Это все как раз вот связано с этими изменениями, с аномальными вот этими климатическими условиями. Зима теплая, лето слишком жаркое, происходит различная, скажем так, более глубокая протайка многолетней мерзлоты, точнее его сезон наталового слоя, что приводит, в свою очередь, к различным деградациям и эрозиям. Вот, например, стоит водораздел. То есть водораздел — это такой холм, с которого просто стекает вода. Ну, это для того, чтобы все понимали, о чем я говорю. Вот. И если протайка происходит более глубоко, чем это обычное нормальное явление, то получается вот эта верхняя шапка, вот этот слой, он не может уже сдерживаться на этой мерзлоте, он просто развивается. То есть происходит оползение. Да, то есть процесс солифлюкции, по-другому называется. Вот впервые мне как бы об этом рассказали жители острова Вайгач, они мне показывали эти места, где у них происходит оползение. Они говорили, что они сейчас усиливаются. Вот в этом году мы посмотрели, что происходит на Угорском острове. И вот буквально в один день мы уехали в маршрут с оленеводами. Возвращаясь в Андорму, через 4 дня на наших глазах сошел оползень, то есть разрушился холм целый. Ну вот, что связано, допустим, со спуском озер, это тоже явление как раз из-за протайки мерзлоты происходит. То есть золота протаивает, вода находит источник выхода, подземные воды. То есть либо она спускается в море, если это побережье, и склон идет в сторону побережья, либо она спускается в сторону следующего озера, следующей впадины, следующей ниши или реки. Таким образом мы теряем как бы пресный водоем, а этим пресным водоемом раньше пользовались люди, которые кочуют, то есть они ставили стойбище у того места, где есть вода. То есть сейчас нет водоема, им приходится менять свое традиционное место установки. Чума оказывает влияние. Выходы газов, они могут, скажем так, если выход происходит в месте, где в том числе есть поверхностный выход подземных вод, то происходит закисление вот этой воды, она попадает в водоем, соответственно, водоток ближайший, и происходит смена химического состава воды. То есть, во-первых, эту воду использовать нельзя, то есть она вредна не только для человека, но и для оленей, которые эту воду могут использовать в своей жизнедеятельности. Соответственно, она оказывает влияние еще на продукт непосредственный. А второй момент, это происходит такой эффект выжигания, это не выжигание, а на самом деле просто закисление почвы происходит, и тундра становится как будто выжженной после разлива дизельного топлива или химии какой-то. Хотя там нет никаких следов, ничего. То есть люди вот нам непосредственно сами оленеводы показывали, где у них, когда, какие склоны происходят, и они обладают этой информацией. Как это можно использовать? Ну, во-первых, эту проблему необходимо в первую очередь изучить, то есть понять, как это все происходит, где это происходит, и исходя из этого предпринимать ряд мер или, скажем так, делать какие-то рекомендации, которые могут помочь в жизни вот непосредственно вот этих людей именно вообще. наша конечная цель — это поддержка непосредственно людей, живущих в тундре. Вот. Ну вот, или, допустим, можно говорить также о каких-то технических уже или там инновационных вещах, которые могут помогать переживать неблагоприятные вот эти аномальные климатические условия. И мы это все делаем только в сотрудничестве с самими людьми, то есть мы не можем ни в коем случае никак заставлять или влиять людей на то, чтобы они там... То есть если они готовы, если они хотят сотрудничать, работать, и мы готовы с ними вместе это все думать, как это сделать, вкладывать, свое время, свои силы, искать деньги на это все и привлекать специалистов. Мы вот сейчас договорились как раз с председателем общины, с президентом Ассоциации Нинского народа и СВА проработать вот такой вот план адаптации, который... Ну и провести вот эти исследования, которые бы, может быть, позволили в будущем нам каким-то образом помочь вот этим людям. Второй момент — это, естественно, это какие-то инфраструктурные объекты, которые вот связаны тоже с их строительством в арктических условиях, с мерзлотой. Ну, самый яркий пример — поселок Кандерма, да, поселок Кандерма стоит у побережья, по сути он весь стоит на мерзлоте, весь поселок, да. Соответственно, глубокие протайки мерзлоты, они оказывают свое воздействие на инфраструктуре, на зданиях. Здания обрушаются. Ну, понятно, что там какие-то здания, может быть, и не нужны, да, сегодня. Вот, но, тем не менее, это опасно, да. То есть в каком отношении? Во-первых, там есть здания жилые, в которых живут люди и которых необходимо, как бы, ну, грубо говоря, вы должны спать, вы должны быть уверены, что завтра у вас правый угол не сползет в море, да, там, или не произойдет протайка, и здание не разрушится. И вот я реально был в Андерме, я видел, как здание старой школы, там у нее целый один участок, вот здание произошло, ну, из-за протайки, соответственно, произошел сдвиг сползания, да, и здание просто разрушается, упало на трубы там рядом, что как бы негативно сказалось на близлежащем доме, в котором живут люди, у них просто подача там тепла прекратилась. А что нужно сделать? Как нам помочь? Ну, как помочь? Во-первых, это надо смотреть документы, да, то есть строительство, смотреть, как бы, проходили ли они, потому что, ну, как вам объяснить, когда строили в Советском Союзе, не такое внимание уделялись этой проблеме, да, то есть исходя из того, что у нас многолетние мерзлые породы есть, как бы, и формировалась система строительства, да, то есть как бы и ГОСТы принимались, и все остальное, тогда были другие условия, когда были зимние холодные, золота была уверенно тверже, да, там, и все остальное. Сейчас это оказывает влияние, да, вот мы строим дорогу в округе, мы ее кладем вдоль тундры, мы обязательно должны учитывать, что, а что у нас произойдет на том или ином, там, допустим, участке, если там произойдет протайка мерзлоты. Ну, когда государство вкладывает, там, миллиарды, да, рублей, строительство, там, в примеру, моста или, там, миллионы, да, там, миллиардов, а произойдет 3-4 года, да, там, сильный поводок, теплая зима, оттайка мерзлоты, и все приводит к разрушению моста. Вы видели недавно, наверное, что было в Румынской области, да, железнодорожным мостом, то есть, ну, просто мост был не рассчитан под это, то есть он был построен правильно, то есть, но из-за вот этих аномальных климатических условий, по сути, он просто не выдержал. Вот и нам, как бы, при нашем строительстве, особенно в наших условиях, необходимо это учитывать. При строительстве новых социальных объектов, школ, детских садов, это обязательно нужно учитывать, потому что это не только, как бы, просто какие-то отдельные строения, это жизни, жизни наших людей, наших детей, и, безусловно, это все требует глубокого понимания, внимания, и, в первую очередь, это внимание должно быть со стороны контролирующих органов, органов власти, вот, поэтому... Ну, в Амдерме же это не единственная проблема, из-за таяния льдов, все чаще стали белые медведи выходить, да, в поселок, частые гости они, как найти компромисс между животным и человеком, чтобы и ни тот, и ни другой не пострадали? Нужно отметить, что, ну, жители Амдермы, они вообще, в принципе, всегда сталкивались с белыми медведями, но мы сейчас, наблюдая всю Арктику, да, не замыкаясь только вот на Ненецком автономном округе, наблюдая, как вот происходит изменение во всей Арктике, как меняется площадь льда, что происходит с животными, мы видим, что животные, они все больше и больше тяготеют к земле, ввиду того, что просто площадь ледового покрова летом становится меньше, становится меньше места, где они могут успешно добывать свою пищу. Даже сфера деятельности у косолапых меняется? Меняется, да, они начинают специализироваться на другой пище, допустим, на рыбе, да, там начинают рыбу ловить, то, что раньше белые медведи вообще не делали. Вот, ну, есть ряд, скажем так, факторов, которые, по которым можно судить, что на самом деле ввиду сейчас не очень хорошо. Вот, первое, это приход в населенные пункты, и все больше они находятся на земле. Второе, уменьшается кормовая база. Третье, увеличивается процент каннибализма среди белых медведей, когда белые медведи едят белых медведей. Четвертое, это когда они группируются в крупные, большие стада при населенных пунктах, где есть доступ к пище, да, то есть вот здесь на Чукотке село Рыркайпий. Там в одном месте, в село, вот как у нас, вот в Андерме, на побережье тоже, да, там, и вот в одно время там было 61 животное, 61 белый медведь. Но оно почему там? Потому что там есть крупное лежбище рядом моржовое. Естественно, они в этот момент, пока там моржи, там давка происходит, умирает, вот есть доступ к пище, они там концентрируются. Но там живут люди. Вот буквально там на расстоянии 50 метров вы можете там неожиданно встретиться с медведем. Вот. Есть объекты у нас, где нету такого, да, то есть есть вот как в Андерме, там живет 300 человек, но к ним медведи приходят, приходят регулярно. Вот. И наша основная задача, это не бороться с последствиями, да, когда происходит трагедия. Ну, конечно, да. И когда уже мы хватаемся все за голову и говорим, а что мы могли сделать до этого, а как мы могли как-то повлиять на эту ситуацию. Наша основная задача, это предотвратить канали. То есть сделать максимально все для того, чтобы не пострадали люди, не пострадали животные. Вот у нас сейчас запущен такой фандрайзинговый проект, это проект по сбору средств. Среди наших сторонников на нашем сайте можно его увидеть. По сбору средств для оснащения членов медвежьих патрулей и социального объекта, это школа-сад в поселке Андерма, системами от защиты от проникновения белых медведей на территорию. То есть мы хотим сделать так, чтобы вот дети, наиболее уязвимые, да, скажем так, слой населения поселка Андерма, когда они находятся в саду или на территории школы-сада, они были в безопасности. И их родители были уверены, что они в безопасности. И как минимум там было все сделано для того, чтобы предотвратить эти конфликты. А что там будет сделано? Какие-то отпугивающие, я не знаю, звуковые оборудования? Да, вот это все как бы индивидуальные вещи, да. То есть мы понимаем, что мы не можем там прийти и начать делать все, что угодно. Мы в любом случае сотрудничаем с администрацией поселка, с департаментом образования, культуры и спорта, нау, с директором школы. Это все требует изучения, опыта, исследований, да. То есть первое, что необходимо сделать, нам нужно будет подготовить проект. Исходя из этих проектных решений будет пониматься, что мы делаем. И этот проект, безусловно, нужно согласовывать с людьми, которые отвечают за этот объект. Вот. Поэтому у нас первая задача — это, естественно, проектирование. То есть, а проектирование может быть разное. Вот мы недавно делали для ВАИГЧа, допустим, отдельный проект. Ну, собирали средства, передавали его в северо-западную МКМС, они готовили проект. И на основании этого проекта сделали оборудование для метеорологов от защиты от белых медведей. Такой пилотный проект, который бы показал, что вот все станции можно оснастить. Ну, то есть мы как бы показали, вот, ребята, вы можете взять на вооружение и транслировать этот опыт дальше. Вот. Но там есть тоже свои нюансы, которые нужно дорабатывать. Мы как бы об этом еще будем говорить. Вот здесь в Андерме хочется сделать уже вот сразу, сделать все качественно, нормально, так, чтобы было полностью. То есть мы на самом деле очень много чего делаем, чтобы вот изучить, как можно отпугивать медведя. Вот буквально год назад мы совместно с учеными Института проблем экологии и эволюции разрабатываем сейчас звуковую отпугивающую такое устройство, пушку, которую просто вот ставишь, направляешь в сторону медведя, он сделает такой противный звук, но который не слышен как бы человеку, то есть человек его не испытывает от него, вот его здесь, а животному оно не нравится, и животное просто уходит. То есть это как бы альтернатива, что там... И для животного безопасно, и для человека. Да, не стрелять, не повреждать, ничего. Просто вот звуковой такой вот как бы барьер, ты его включил, отключил, его можно установить где-то, оно такое. Вот первые испытания проходили на новой земле в феврале, по-моему, этого года или прошлого, я не помню точно. Ну, мы работаем, работает не только Россия, да, то есть работает весь мир, делимся опытом между друг другом, надеемся, что это поможет. А что боятся медведя? Ну, если ты вдруг столкнулся, да, с лицом к лицу, с косолапой... Белые медведи ничего не боятся. Не боятся. Вообще ничего не боятся. Белые медведи, они, во-первых, это нужно понимать, что это вершина пищевой цепи. Вот когда мы работаем с лаковыми видами, мы чаще всего работаем с вершиной, потому что когда ты охраняешь ключевой вид, почему виды, вот почему там приходят, говорят, почему вот вы охраняете медведя, допустим, тюленя вы не охраняете, или там не охраняете там такую-то птицу, да, то есть мы говорим, ну, потому что как бы это зонтичный вид, от которого идет охрана экосистемы. В принципе, в комплексе, да, то есть, и это как бы вид-индикатор, по которому, о состоянии которого ты можешь следить, судить, как бы все нормально ли вы родной экосистеме, или есть какие-то сбои. Вот. Медведи в Арктике, они у себя дома, это мы как бы здесь гости. Вот. Люди ни одной расы, национальности, этноса не формировались в этих условиях, они все пришли в той или иной исторической эпохе, да, допустим. Вот. И, как бы, медведь, допустим, появился здесь 120 тысяч лет назад, а человек здесь появился 40, ну, там, 30-20 тысяч лет назад, по разным, там, 10 оценкам. Вот. И у него нету конкурентов в арктических условиях, поэтому он, как бы, к человеку он относится, как вот мы относимся к кошке, к примеру. Да, то есть, нам есть кошка, нету кошка, вот я голодный, сегодня вот уехал, вот мне нечего есть, я съел кошку. Вот, ну, к примеру, так, да, то есть, медведь не охотится, он кушать хочет. Как бы грубо это не звучало, да, то есть, и, соответственно, когда медведь попадает вот в какую-то стрессовую ситуацию, либо он ранен, либо он старый и уже не может сам себе добыть пищу, либо он заботится о своем потомстве. Вот только в таких ситуациях медведь нападает. Чаще всего он не нападает на человека, но, естественно, к нему не надо приближаться ни в коем случае. А что нужно делать? Замереть на месте? Убежать, наверное, нельзя, да? Иначе он тоже... Есть еще особенность белого медведя от Бурованого, потому что у них все индивидуальные, они такие вот, у них отсутствует мимика, они индивидуальны по поведению и разные способы, скажем так, они работают. То есть, ну, чаще всего надо стараться становиться крупнее. Вообще рекомендую всем с палками ходить, вот с этими скандинавскими для норвежской ходьбы, потому что ты поднимаешь как можно все выше, как бы сдаешь противные какие-то звуки, которые что-то вот такие, как харкающие сигналы охотника или ракетницы, или фальшвир, чтобы был как бы ни в коем случае не бежать. Не забывайте, что это хищник, инстинкт охотника включается, и бегущая цель для него может сразу быть оценена. Но если медведь наклонил вот так вот голову, сжал ушки вот так вот, то это как бы и смотрит в вашу сторону, это первый признак того, что он хочет вас попробовать, да, ну, скажем так. Поэтому вот это самая как бы опасная ситуация. Если он просто вот так вот любопытно стоит, то вот как бы вот эти простые, скажем так, меры, они всегда работают. Вот, ну и, конечно, тут вот самое лучшее, что можно сделать, это не испытывать судьбу и предотвратить эту встречу. Даже если вы путешествуете, допустим, да, самостоятельно в каких-то арктических условиях, там, выходите куда-то, обязательно надо осматриваться, обязательно, чтобы вас было несколько, обязательно, чтобы при вас были средства защиты, обязательно, чтобы у вас была связь. То есть это вот такие, скажем так, методички, которые необходимы, они есть. Но в целом, как бы для каких-то населенных пунктов, промышленных объектов, вот надо выстраивать свою инфраструктуру таким образом, чтобы понимать, что вот здесь есть хищники, да, то есть что они будут приходить, они в любом случае будут приходить. Каждое государство относится к этому, каждый вырабатывает свою среду, каждый участник этого процесса сам формирует вот эти условия, в которых живут люди. Ну, где-то работают, где-то не очень, где-то происходят трагедии, да, то есть я, если в Денинском автономном округе вчера, там, год или пять лет, десять лет никого, медведь, грубо говоря, не нападал и не съел, это не значит, что это в другой части Арктики этого не произошло. Это дело случая, да, то есть, грубо говоря. Вот, и поэтому мы стремимся сделать так, чтобы люди были в безопасности. Вот. Еще одно уникальное животное, которое проживает на территории Нинского округа, это морж. Традиционно в ноябре проходит у нас День моржа. Будет ли он в этом году, Сергей? День моржа, естественно, будет. Мы сейчас думаем над форматом. Скорее всего, мы склоняемся к онлайн-формату. Ну, причины, я думаю, и так всем понятны. Вот. Ну, в любом случае будет что-то интересное. Вот. А так, в целом, хочется отметить, что последние два года вот есть ситуация с моржами Тавнау, как бы, она меняется в худшую сторону, моржей становится меньше. Это тоже связано с изменением климата? Вот сейчас ученые обсуждают этот момент, с чем это может быть связано, но в том числе это может быть, да, и с тем, что они меняются. Ну, во-первых, лежбище сами по себе структуры достаточно как бы пластичные, а во-вторых, как бы, они могут менять, да, исходя из условий, которые формируются. Ну, и вот у нас недавно в заповеднике Неницкого выходила новость, да, буквально, что они фиксируют, наблюдают, что моржи становятся более, как бы, стройными, да, скажем так, то есть теряют массу, то есть, ну, это ненормально, да, то есть. А нормальный морж, он сколько должен вести? Тону в тону 200, то есть у него не должно проявляться никакой шеи, то есть это крупное такое животное, вот. При этом мы в прошлом году такое открытие было, что на Ямале нашли лежбище моржовое, да, то есть на мысе там моржовое, по-моему, я не помню, как, но там крупное лежбище такое, вот, и которым не было известно. Вот они начали, как бы, сейчас изучать этот тоже участок. Ну, вот как-то, вот два года нам показывают, что не все хорошо в Баренцевом море, не знаем, какие причины, не знаем, что происходит с животными. Животные на самом деле, вот если взять в целом, во всем мире, то сейчас животные — это те объекты, которые находятся в самых худших условиях за всю свою, ну, не за всю, как бы, скажем, за всю человеческую историю. Потому что истребление животных идет просто нереальными нереальными темпами. За 50 лет мы сократили количество живых существ на 60% на планете Земля. Это все человечество в мире, да, то есть в целом. Это в большей степени водные объекты, водные ресурсы. То есть это рыба и вот все, что там в воде находится. Вот. Во вторую степень это, естественно, какие-то крупные млекопитающие птицы. Это угрожающие просто цифры, к чему это все приведет. Ну, мы пытаемся, как бы, это остановить, этот процесс. Пока процесс идет к тому, что жизнь на Земле исчезает. Вот. Останется только один человек, если ничего не поменять. Поэтому мы работаем, ну, в этом направлении. Вот. Ну. Сергей, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию. Сделаем выводы, что нужно все-таки рационально использовать природные ресурсы. Приходите к нам еще. Ну, использование природных ресурсов рационально позволит человечеству существовать и жить в достатке. Не будем этого делать. Мы, как бы, сами ставим под своем существованием вопрос, будем ли мы существовать, как вид на этой планете. Спасибо еще раз. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был координатор проекта Фонда дикой природы Сергей Уваров. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok